В Самаре стартовал чемпионат страны по боксу. Крылья Советов победили серебряного призера премьер-лиги. Крылья Советов прервали серию из одних поражений. Удача улыбнулась им в Москве. Самарская команда победила ЦСКА. Первый тайм серебряным призером премьер-лиги прошлого сезона закончился нулевой ничьей. Во втором галкипер армейцев Игорь Акинфеев дважды доставал мяч из сетки ворот. Дубль на счету Адиса Яховича. Третий выстрел с пенальти в створ ворот и спортивный снаряд попал в перекладину. Не повезло Аллану Чочиеву. В итоге 2-0 победа Крылья Советов на выезде. Волжане поднялись на одну строчку турнирной таблицы премьер-лиги. Они 11-е, лидер ЦСКА. В Самаре проходит чемпионат страны по боксу в разгаре предварительной бои. Мы чемпионат России проводим уже третий раз. В 2000-м, в 2004-м, вот и сегодня очередное большое мероприятие. У нас есть спортсмены, которыми гордились, пожалуй, все мальчишки, которые занимались боксом или просто занимались спортом. Такими спортсменами, как Василий Шишов, чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Олег Саидов, двухкратный олимпийский чемпион. И этих людей на самом деле знала вся страна, вся молодежь нашей страны, да и не только нашей страны. И сегодня у нас будет биться 14 человек, 7 из которых в составе сборной России уже сегодня. Биться за право стать чемпионом России и биться для того, чтобы поехать на Олимпийские игры Рио-де-Жанейро. Сборная Самарской области уже потеряла на ринге половину состава. Турнир проходит по олимпийской системе. То есть после поражения даже в одном поединке спортсмен покидает чемпионат. Пока за титулы лучшего боксера России путевку на мировое первенство продолжают сражаться Илья Кузнецов и Василий Веткин из Новокуйбышевска, Сухроб Сидиков из Сызрани, Михаил Пекарский и Максим Шереметьев из Безинчука и Самарец Тимур Пердамов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok